Прежде чем приступить к теме нашего занятия, я хотел бы сформулировать для слушателей, которые присутствуют, для тех, кого нет, миссию Школы Здравого Смысла. Просто некоторые люди им дозовут вопрос, а вот что вы вообще делаете, чем вы занимаетесь? И я пытался как-то на этот вопрос ответить, опирался на такие понятия, как знание, понимание, но вот пришло как-то, скажем, видимо, откровением каким-то, формулировка миссии, которая абсолютно точно определяет то, чем Школа Здравого Смысла все-таки занимается. Формулировка звучит следующим образом. Если я светить не буду, если ты светить не будешь, если мы светить не будем, кто тогда рассеет тьму? На самом деле миссия Школы Здравого Смысла заключается в том, чтобы рассеивать тьму, дать немножко больше света, с тем, чтобы, ну, что-то стало хотя бы видно. Поскольку, поскольку, если этого света нет, то все мы пребываем с вами в абсолютной темноте и спотыкаемся иногда на самых таких вот элементарных и простых вещах. И вот сегодня очередную порцию света нам согласился любезно дать, на мой взгляд, замечательный совершенно человек, прекрасный экономист-практик, что очень важно. Поскольку у Валентина Игоревича большой опыт практической работы, то есть это не просто то, что он будет излагать сегодня, это не просто слова, это те модели, которые на практике были отработаны и которые на практике показали свою успешность. Именно, видимо, потому, что они на практике оказали определенную успешность, Валентину Игоревичу не дали в дальнейшем как-то вот этот вот его опыт, полученный на примере одного из регионов наших, но об этом Валентин Игоревич сам расскажет, как-то и развит. Значит, тема сегодняшнего занятия «Где искойдут победы русскому миру?» Докладчик у нас сегодня Назар Валентин Игоревич, профессор Международного славянского института, академик Международной славянской академии наук и искусства, член КОР, вице-президент Кирилла Мефодиевской академии славянского просвещения. Прошу любить и жаловать. Валентин Игоревич, я передаю слово. Значит, тема нашего сегодняшнего обсуждения, она как бы продолжение доклада Андрея Петровича Девятого, который он 21 сентября свой великолепный, как всегда, фееричный доклад он сделал. И в нем как бы говорилось о том, что, значит, нам, там опять говорилось о будущем, о том будущем, которое, значит, ожидает развитие мировое и, собственно говоря, где там место России. И вот вся его логическая цепочка, она была построена на том, что, значит, сознание в его изложении, оно состоит из воли мышления и чувств. И сакральность, которая возникает в связи вот с этим сознанием, которое соотносится с неким мировым вселенским каким-то законом, логосом и какими-то закономерностями развития, она, значит, разделялась в его докладе на триумф воли арийской нации, арийско-ведической, на, значит, триумф мышления, это библейско-иудейской и западной идеологии, и на реализацию чувств, это китайской. Значит, я в данном случае, как ученый из представителей ученых славянского мира, с этим совершенно не согласился, потому что сакральность, сакральность, она не является присущей только этим трем, как бы, группам народов, она присуща в нашем миропонимании практически всем народам, населяющим Землю, поскольку сакральность, если говорить о связи каждого народа с небом, с землей, на которой он, с этой вечной землей, и если этот народ вечен, он в веках живет на этой земле, то это вещь, которая, как бы, нельзя его лишить, нельзя сказать, что вот вы, ребята, не сакральны, а сакральны кто-то другой. Значит, и, допустим, любой, скажем, горец, который стоит и смотрит на свои равнины и горы, и любой, там, Чукча, там, северный житель, он также относится к своей земле, как к своей малой родине, и точно так же она для него сакральна, как и сакральны его предки, и так же, как его, как бы, миссия в этом мире, это передать этот мир своим дальше поколениям, своим детям, правнукам, внукам, чтобы народ, каждый народ длился, длился в истории. Вот, в этом смысле, как бы, вот, Александр Городович зачитал тут все мои, эти, как бы, почетные звания и регалии, значит, они здесь уместны только в одном смысле, чтобы я, как бы, сказал слово за, как бы, сакральность русского народа, который, как бы, о которой Андрей Петрович Девятов сказать забыл. Ну, так вот, ну, так вот, значит, тема сегодняшнего обсуждения, это что есть как предмет русский народ, русский мир, что есть понимание сакральности, вот, в этой постановке, вот, а методология этого, как бы, препарирования этой темы, она состоит в том, что, значит, давая некие квалифицирующие оценки, народ, русский мир, сакральность, значит, мы попытаемся докопаться до онтологической сущности, то есть, что является стержнем, что является источником, причиной, а причина, она познается в гносеологии, собственно говоря, откуда это все взялось, откуда вот это все стало так происходить, вот, в каких взаимосвязях, в каком контексте, для какой потребности, вот, собственно, так и будет у нас это рассматриваться. Значит, я принес с собой достаточно много плакатов, в том числе и из других лекций на другие темы, вот, и вот, поэтому мне хочется оттолкнуться от плаката предыдущего, другой лекции совершенно, но, тем не менее, как раз показывает русский мир, имперская сущность русского народа. На этом плакате я хотел и в той лекции, и сейчас хотел, вот, тем, кто, как бы, не в курсе предыдущего обсуждения, сказать о том, что в истории, в истории русский мир, он, как бы, есть, он, как объективная сущность, существует. И он проявляет себя не в чем-то, как бы, надуманном и насаждаемым, а он является таковым. И здесь я просто привел некие фамилии, фамилии людей, которые являются звездами русского мира, бесспорными звездами, хотя они являются представителями своих национальностей, совсем даже не русских. То есть, в истории, в мировой истории, значит, русский мир заявил себя некой вот такой сущностью, которая проявила себя тем, что она способна создавать огромные, значит, государственные образования, вот, экспансия до Тихого океана и дальше на Америку, на Северную. Ну, причем в исторически достаточно быстрые, значит, сроки и достаточно малыми средствами. Но здесь надо сказать, что и, допустим, Ермак Тимофеевич, который покорял, условно говоря, покорял Сибирь, и, значит, допустим, Хабаров, и наши, значит, первооткрыватели Америки, они все действовали, это были кучки людей, это были очень небольшие группы людей. Даже когда русский мир пришел в Среднюю Азию, там практически не было вот этого колонизационного, как бы, присущего Западу вот этого вот наплыва, значит, там люди, значит, русский мир действовал совсем другим образом. Приходили, значит, проходили войска, допустим, значит, дальше приходил почтмейстер, прокладывали железную дорогу, начиналась торговля и начиналось введение всей этой вот сущности, всех этих народов там проживающих, значит, в единый хозяйственный контур русского мира. Вот здесь, как бы, опять же, еще раз говорю, этот плакат, он для того, чтобы дать основные терминологические, скажем, вот термины, чтобы закрепить, о чем мы говорим, и дальше этими терминами оперировать. Значит, здесь, как бы, сказано, вот, собственно говоря, что есть народ в понимании этногенеза, собственно, о чем мы говорим, что есть народ, народ и так далее. Значит, наука этногенез, это наука об образовании народов, их развитии, естественных процессов, их там, значит, дления, либо угасания, она дана нам, как бы, в первости своей Львом Николаевичем Гумилевым, который защитил несколько докторских диссертаций на эту тему, чтобы мы этой наукой оперировали. И она, как бы, утверждает о том, что все народы, они образуются не просто случайно, хаотично, либо какими-то неожиданностями, а они образуются в силу закономерностей, в силу того, что некая общность людей на вмещающем ландшафте генетически обретает закрепленные в себе свойства. И эти свойства являются требованием вот этого вмещающего ландшафта, а вот эти свойства являются ответной реакцией на эти требования. То есть некая общность людей приспосабливается к вмещающему ландшафту в форме вот этих некоторых свойств. Это что означает? Это означает, что народы, образовавшиеся в разных ландшафтах, они будут существенно различаться своими свойствами, в том числе и мировоззренческими. Что такое мировоззрение? Мировоззрение – это как раз та совокупность представлений, с которой человек соотносится с окружающим миром. Та часть, с которой человек соотносится с миром людей – это этика, с которой с искусством – это эстетика и так далее. То есть все растет отсюда, от мировоззренческих основ. Вопрос – где это мировоззрение дальше, как оно живет и как оно в народе, в чем оно сидит? Значит, здесь как бы я не углубляюсь в эти термины, это очень глубокие темы, но у нас просто формат нашей дискуссии и тема дискуссии другая, поэтому не позволяет. Поэтому я просто лишь ограничусь тем, что я констатирую, что вот это все мировоззрение, специфичное для каждого народа и присуще каждому народу, оно хранится в традиционных религиях. В традиционных религиях. И у каждого народа она неким образом своя. И, кстати говоря, наличие своей особенной религии, оно как раз и характеризует наличие другого народа. Потому что, что такое религия? Религия нам дает нормы. Она дает нормы зла и добра. Она учит нас различать. Это как хранилище метров и весов, метров и весов, меры весов. Она дает как метроном, дает нам чистоту данного понятия. Вот таким образом, значит, мы можем быть людьми верующими, неверующими, но находясь в, ну, считая себя, значит, принадлежащим к тому или иному народу, мы придерживаемся той или иной шкалы вот этих вот добра и зла. И эта шкала добра и зла, она уже нас относит к той или иной этнической и народной общности. Вот, значит, далее. Культура, культура, это как раз тот самый инструмент, который позволяет народу репродуцироваться. Это репродуктивный орган, скажем так, в воспроизводстве народа из поколения в поколение. Это позволяет народу, значит, каждому следующему поколению обретать те самые навыки, знания, умения, а также этику, эстетику, которая вот существует в этом народе. И если нам, скажем, навязывают чуждую нам культуру, то это означает, что мы растим, значит, следующее поколение другого народа. Вот, это, как бы, основные, как бы, понятия, чтобы нам было несколько образом понятно. Значит, далее. Опять же, не вдаваясь в подробности, это очень глубокие темы, и там есть очень много аргументации, очень много, необычайно. Море, океан аргументации, и о чем поговорить. Я бы хотел просто сказать основные черты самого русского народа, который характеризует его, как некую особую сущность, вот, которая нас дальше, которую мы будем обсуждать. Значит, в истории, в истории, в истории, русский народ себя проявил тоже некоторыми особенностями, вот, мировоззренческими, скажем, поведенческими, хозяйственными, в хозяйственных укладах, в общественных практиках. Значит, что это за черты, которые некоторым удивительным образом присущи исключительно русскому народу? Это вот то, что, ну, здесь я перечислил, значит, некоторые из них, но тем не менее. Это, прежде всего, равенство всех людей в Господе, о том, что в русском народе, как бы, ему чужды вот национальные какие-то чванства, какое-то преувеличение своей значимости. Это, наоборот, все люди всегда были равны и никогда не делалось никаких, вот, в данном случае, преференций. Значит, далее. Значит, труд считался главной добродетелью и источником прав на собственность. Значит, справедливость также всегда считалась выше законности. И вот эта, скажем, правда, она считалась, вообще говоря, главным, за что следует жить и как строить свою жизнь и развиваться. Значит, добротолюбие и правдолюбие, веротерпимость, а также способность к эффективному коллективному труду, самодостаточность, а также в государственной сфере, в сфере общественного, структурирования общественного пространства, это единое началие в сочетании с формами народного веча, народной какой-то демократии. Значит, кроме того, кроме того, русскому народу присущи, весьма присущи высокая степень неприхотливости. Достаточно сказать недавние примеры, когда в 41-м году, в 42-м году заводы, которые уехали за Урал, они еще не без крыши, без всего, уже начинали производить продукцию, практически сразу, сразу сойдя с железнодорожных тележек, сразу ставили их на деревянные и сразу выпускали продукцию. Жили готовы, русские не раз, это, кстати, было в истории, когда, осваивая пространство, они готовы были жить в тех условиях, где ни один другой народ себя бы не смог бы проявить и вообще не смог бы, наверное, даже выжить. Так вот, таким образом, значит, неприхотливость и аномальная талантливость. Если брать, скажем, количество талантов на 10 или 100 тысяч жителей, это, кстати говоря, мнение западных, скажем, представителей, которые я много раз слышал, кстати говоря, на Западе, они говорят о том, ну, они мне называют фамилии, говорят, ну, ты этого знаешь? Я говорю, нет, не знаю. Они говорят, ну, конечно, у вас в России там талантов их немерено, они к нам приезжают, становятся все талантами. То есть, вот такие черты, которые, значит, эти черты не просто я сейчас вот на выдумывал здесь и на выписывал. У нас есть в Москве здесь институт русской цивилизации, его возглавляет великолепный, восхитительный совершенно человек, доктор экономики Олег Анатольевич Платонов. Там сотни томов собрана, значит, литературы научной и художественной, и она осмыслена, и вот именно с той целью, чтобы именно наработать вот эту сущность, понять эту сущность, кто мы есть. Это институт русской цивилизации. Что есть сущность русская цивилизация? Вот она раскрывается там очень, скажем, дотошно, досконально и очень тщательно. Здесь в формате сегодняшнего разговора я могу лишь только вот делать отсылку туда. Может быть, даже и не вполне ловкую, но тем не менее, как бы вот она необходима. Таким образом, я сказал о том, что есть некое понимание, что есть историческая сущность, сложившийся русский мир, что вообще есть народы и какие особенности присущи русскому народу. Теперь как бы следует поговорить о сакральности. Есть ли она у русского народа или она есть только у китайского народа, которому нам, как бы, Андрей Петрович предлагал, как бы, и принуть. Здесь я посчитал уместным привести китайское понимание кризиса, который сегодня наступает у нас во всем мире и со всей очевидностью грядет и в России. Значит, и кризис понимается в цикличности времени как время, когда происходит обновление, когда на смену старому исчерпавшему себя миру укладу приходит нечто новое, нарождающееся. И вот об этом нам как раз и следует поговорить. Не только о сакральности, а о том, собственно говоря, где наши сущности, русскому народу, вот в эти кризисные времена, вот как нам себе быть и, собственно говоря, как нам в кризис этот проходить. И да так, чтобы вот, как бы, свою сущность не потерять и не раствориться в иных сущностях. Так вот, чтобы говорить на эту тему, значит, нужно, как бы, понять, собственно говоря, где, на каком уровне эта сакральность, как бы, возникает. Сакральность, это как, еще раз повторяю, ее в наш дискурс ввел Андрей Петрович Девятов, и я отталкиваюсь от нее, пытаюсь вот ее переложить на всем понимаемый язык научного оборота. Так вот, значит, из уровня национального управления противодействия цивилизации, его разрабатывали в концепции общественной безопасности Зазнобин, Ефимов, Петров, это известная, как бы, теория КОП, значит, мы знаем шесть уровней национального управления. Они вот расположены в порядке их, значит, убывания от самого большого к самому низкому. Значит, самые нижние, это материальное оружие, это законы, которые пишут в исполнении неких, как бы, задач. Значит, более высокий, который задает, значит, задачи, это политический уровень, который, собственно, как Ленин говорил, что юспруденция всегда отражает интересы господствующего класса. Естественно, вся совокупность норм правил и законов, она отражает интересы господствующего класса. Любой господствующий класс, он реализует всегда некий экономический интерес, о чем тоже это продолжение экономики в сфере политики. Вот, но им управляет, как бы, им способны экономическими интересами уже исторические, тогда, когда идет подмена, либо мы, либо мы некая сущность исторического процесса, который идет из глубины веков вот туда, и наша будущая траектория туда, либо мы отсюда движемся совсем в другом направлении. Вот, когда идет подмена исторических сущностей, тогда возникают дальше другие экономические конструкции, и их реализуют политические партии и материальные формы оружия. Значит, выше исторического лежит фактологический, там, где из многообразия факторов, а их всегда многообразие на любом рабочем столе, этих факторов масса. Так вот, делается некая выборка, и говорится, наше историческое движение, вот оно оттуда сюда. Вот мы можем сейчас с вами прекрасно видеть, как из многообразия факторов Фоменко-Насовский насобирались на свою теорию истории, допустим, украинцы насобирали свою историю, там, и все, и все вот сейчас современные, как бы, вот мы видим формы, которые у нас вот на политической аренде все эти блещут. Значит, и тем не менее, выше фактологического уровня располагается мировоззренческий. Это то, что мы определили на первом плакате, это совокупность норм, с которыми человек общается с окружающим миром. Так вот, в терминах, о которых говорил Андрей Петрович Девятов, он говорил о разведке, он говорил, что наукой он, разведка это у него искусство, науке он к этой вот классификации не имеет никакого отношения, тем не менее, когда он говорит, что разведка целей, это непосредственно, это разведка военная, которая занимается материальным противостоянием цивилизации и государства, выявление врага, это уровень политический, политической разведки, пропустил Андрей Петрович оценку потенциала экономического, он просто пропустил, это не знаю, это аппарат экономсоветников делает, как правило. Значит, есть, кроме всего прочего, исторический уровень, он назвал ее орденской разведкой или конспирологией, там, где действительно группы, представляющие интересы тех или иных социальных групп, либо народов, они себя реализуют на международном противоборстве, это конспирология. Эти группы есть, были, есть и будут. Значит, кроме того, есть фактологический, это там, где когнитивная разведка, там, которая определяет картину миру по выборке фактов, это эзотерика, это эзотерический, вот это когнитивный, он так ее назвал. И самый высокий мировоззренческий уровень, это определение духа, духа истины, духа победы, он назвал Андрея Петровича это бесовщиной. То есть, как бы, он свойственным ему, естественным, совершенно блистательной вот этой манере, действительно, искусство, истинного искусства оратора, он воспроизвел нам все эти шесть уровней, как бы, национального управления, то есть, они все не случайны, они все есть, и все, что он говорит, это все подтверждено и существует. Вот, и таким образом, обретение духа истины и духа победы находится у нас с вами на мировоззренческом уровне. И вот, если мы задаемся вопросом, как же нам обрести дух победы для русского мира, то мы вначале определили, что есть русский мир, он историческая общность, которая нам дана. Еще раз говорю, я не углубляюсь в это, в ее внутреннее строение, я просто констатирую, она есть, в истории она есть. Русский народ, он тоже и дан, есть, и он есть в некоторых своих специфических чертах. Я лишь указал тот мировоззренческий уровень, на котором, собственно говоря, и должна, как бы, вот мы должны найти этот самый дух, стяжать дух этой победы, и, собственно, определить, существует ли сакральность, либо ее не существует. Теперь вот о сакральности. Что-то, что-то такое, как говорят наши юго-западные соседи. Значит, сакральность в понимании Андрея Петровича, это связь с небом, это связь с небом, собственно говоря, и предрасположенность вот к дальнейшему развитию. Либо соразмерно гули неба, либо ему, значит, вопреки. Значит, в данном случае, я, как, естественно, научный ученый, я все-таки диссертации завещал, но, тем не менее, значит, хочу сказать, что, значит, понимание связи с небом, оно может быть трактовано применительно к русскому народу, как к потребности в развитии. Потому что, поскольку, это уже в данном случае я излагаю теории космистов, русских космистов Вернадского, Николая Федоровича Федорова, это традиционный еще космист, Теярда Шардена, например. Так вот, все народы, все народы, они существуют в мире не просто так и вообще, а они некоторым образом вообще человечество, если говорить об этом, об общем. Оно существует, не просто так случилось, вот оно есть и само здесь вот бегает по земле и не знает, чем заняться, вот, а оно является инструментом развития Вселенной. То есть, в лице человечества Вселенная обрела не просто тот самый орган, который способен, ту составную часть, которая способна себя начать осмыслять, поскольку вся Вселенная, эти планеты, все вот эти взаимосвязи, поля, это материя сплошная и бесконечно видоизменяющаяся во всех своих формах. Последнее, кстати говоря, физическое понимание о мироздании таковы, что материя, она сплошно везде, просто формы везде разные, в каждой точке пространства просто формы разные. Ну, так вот, здесь как бы человечество, оно для Вселенной не просто это инструмент осмысления, но это единственный инструмент, который способен развивать Вселенную, развивать. Значит, нам дано, первое, нам дано способность к осмыслению, мы себя отделяем от живой-неживой природы, вот, и мы способны давать анализ своему саморазвитию, развитию окружающего мира, вот, и мы наделены волей, которой мы можем выбирать любой путь, и мы являемся инструментом этого развития. Это в чистом виде, значит, теория Вернадского о новосфере, о развитии. Вот, и, собственно говоря, вот в этом вот ключе мне и хотелось бы понять. Русский народ, вот он насколько отвечает тому предназначению, вот, своему Вселенскому, насколько он здесь соответствует им, поскольку именно вот в этом соответствии я и вижу, я и вижу вот это вот понятие сакральности, либо сакрально, либо несакрально, соответствуем, несоответствуем замыслу Вселенной в отношении, скажем, русского народа, русского мира. Значит, это, конечно, постановка задачи не скромная, очень претензиозная, но я полагаю, что серьезные темы надо ставить на публичное обсуждение, надо вводить их в публичное обсуждение, ничего в этом страшного нет. Я в данном случае делаю запевку, я выражаю свое мнение очень скромное и еще раз говорю, что я не претендую на знание истины в ее конечной инстанции, конечно же, этого ничего нет. Я лишь высказываю свои скромные суждения, я буду признателен, если за мной будут высказываться другие, другие, другие и слава Господу. Просто сейчас, еще раз повторяю, настало время поговорить, кто мы есть. А настало оно потому, что кризис, о котором я вам здесь говорил и напоминал, он как бы идет по всему миру и он не избегает Россию. А если мы придем в этот кризис так, что мы не будем знать, кто мы есть и будем молиться на какую-то сакральность, скажем, желтого дракона, которому мы должны прильнуть, то уж это совсем никуда не годится, с моей точки зрения, славянского ученого, ученого славянского мира. Вот, кстати, хорошая статья, цитата из Олега Анатольевича Платонова, она состоит в том, что экономический успех любой страны зависит от того, чтобы не было противоречия между национальными традициями страны и ее экономической практикой. Абсолютно верно. Он, к слову сказать, доктор экономических наук. Поэтому он совершенно правильно все это чувствует. Ну так вот. Ну так вот. Значит, где же нам найти, где же нам стяжать как бы дух победы для русского мира? Для русского мира. Вот у нас как бы русские, наши славянские, ученые славянского мира, наши славянские академии, международная славянская академия, Кирилл-Мефодийская академия славянского просвещения. Мы осмысляем эти процессы, которые происходят. Мы пытаемся давать им квалифицирующие оценки, то есть преодолевать тот кризис именно в понимании китайцев. Поскольку преодоление кризисов в цикличности времен понимается ими следующим образом. Это первое, это исправление имен. Второе, это повторение ритуалов. И третье, это дать образ победы. Это как раз перекликается с темой нашего обсуждения, где искать нам образ победы для русского мира. Так вот, сейчас мы, то что я говорил до сих пор, это мы говорим, подводим к тому, об исправлении имен. Что называется, чем и как. Вот, мы с вами дали квалифицирующие суждения русскому миру, русскому народу. Значит, сказали отличительные черты. Вот, и, значит, указали тот уровень, где, на котором, мировоззренческий уровень, на котором следует искать стяжание духа победы. Еще я сказал о том, что стяжание этого духа победы, это вот соразмерность того, что мы делаем сейчас, того, что вселенная ждет как бы от нас, от нашего народа. Вот, значит, рассматривая наш народ, рассматривая его историческую, его историческую вот эту динамику, траекторию, чем он занимался, что он делал и что он будет делать дальше, Вот, то, собственно говоря, задаваясь вопросом, в каких условиях гносеологии, где он появился и откуда у него взялись эти черты, мы делаем один единственный вывод, что русский народ, он, с точки зрения предназначенности, с точки зрения вселенской вот этого требования, да, желания, он является народом, осваивающим огромные пространства. Значит, весь исторический опыт, который описывают академики археологии, истории, значит, все основные монографии исторические, они все говорят о том, что русский народ, приходя на новые равнины, он всегда привносил новые экономические уклады, новые экономические уклады, более эффективные, и тем самым он вписывал все иные аборигенные народы в свой хозяйственный, большой хозяйственный механизм, и внутри этого хозяйственного механизма все эти народы обретали неведомые для себя до этого траектории и возможности развития. К слову сказать, вот сейчас достаточно посмотреть, когда русский мир ушел из Средней Азии, там некоторые республики стали погружаться вообще в средние века, если так говорить о значении русских и русского мира в данном случае. Это без всякого преувеличения и без всякого национального чванца, я лишь просто говорю, что роль русского народа, она все-таки такова. Таким образом, мы, опять же повторяю, представители славянского научного сообщества, мы пытаемся давать квалифицирующие оценки всему, что происходит сейчас в действительности, и вносить это в общественное пространство. Вот в 15-м году, в ноябре, 14-го ноября мы опубликовали в русском вестнике это, 14-го, 11-го, 15-го, обращение Кирилл-Мефодиевской академии о цивилизационных пути, о мировоззренческих основах цивилизационного пути русского народа. А год назад, 14-го, 12-го, 16-го, Международная славянская академия на своем пленарном заседании также проголосовала за это. И вот, собственно говоря, в чем здесь смысл, о чем я говорю сейчас вам. Я говорю о том, что вот эти основные квалифицирующие сущности, они нужны для того, чтобы мы могли по ним строить наши общественно-экономические отношения. Потому что все неустройство экономики и общественных отношений, оно проистекает именно от того, что сегодня у нас в России мы как бы пытаемся строить отношения и налаживать их по иным, чуждым для нас мировоззренческим основаниям. Дело в том, что вот эти англосаксонские основания, там где индивидуализм поставлен в основу и главными чертами человека, антологической сущностью человека признаются две вещи. Что человек, он является личностью, противостоящей всему миру, в том числе и человеческому сообществу. А вторая сущность – это его безудержная жажда стяжания, стяжание материальных благ, удовольствия, гедонизм, власти и так далее. Значит, вот в англосаксонском миропонимании вот эти две черты, они исчерпывают понятие человека. Вот человек исчерпан этими двумя. Вот в нашем миропонимании, в славянском миропонимании, в русском миропонимании вот этого нет, это не исчерпывается. Значит, более того, это присуще, кстати говоря, людям восточной культуры, где не все как бы сводится к деньгам, к наличию вот этих вот какого-то количества материальных благ. Например, это закреплено в традиционных религиях. Например, буддизм, там нирвана достигается совсем в иных условиях, она не зависит от денег. Допустим, благочестие в исламе, оно не зависит от денег. И понимаете, когда Запад сталкивается с людьми, которые жертвуют своей жизнью ради своих мировоззренческих принципов, они не в силах их понять, поэтому они называют их фанатиками. Они называли фанатиками камикадзе, которые жертвовали своей жизнью, это свежий ветер, японцами, которые жертвовали жизнями ради своего народа. Они не понимали, они сейчас не понимают тех в ИГИЛ, кто жертвует своими жизнями, называют их террористами. Они точно так же в 1941-1945 не понимали наших, когда, скажем, наши бойцы бросались под танки с гранатами или с самолетом. Бросали свои самолеты, они называли их фанатиками. Они просто их не понимают. К слову сказать, во время Великой Отечественной войны, если не ошибаюсь, подвиг Александра Матросова повторили тысячи людей, тысячи бойцов. В то же время американская армия не знает ни одного такого примера. Официальная цифра – 10 тысяч. Я просто говорю о том, что мы цивилизационно различны. Я не пытаюсь сказать, что кто-то лучше, кто-то хуже. Я говорю, что у нас в голове разные мировоззренческие установки. И просто обзываться фанатиками и не понимать и друзей, и врагов – это по меньшей мере неумно. Надо знать и их, и надо знать себя. Ну так вот, значит, зачем эти славянские академии у себя принимают эти квалифицирующие суждения? И отношение себя, и в отношении условий, и в отношении того, как надлежит быть. Это для того, чтобы установив вот этот порядок вещей, мы шли дальше и стяжали вот то, что называется наше сегодняшнее обсуждение. И как предыдущий плакат нам показал, он стяжается на мировоззренческом уровне, там, где мы находимся в гармонии с Вселенной и исполняем то предназначение, которое уготовано русскому миру, совокупности вот этих народов. Еще раз повторяюсь, русский мир – это не то, что это Россия для русских, вот это вот блеф, где подмена идет понятий. Русский мир – это общность цели, общность идеи, общность дела, общность судьбы, перспективы, истории. Там, где мы всех, когда огромное, большое дело, и ему невозможно сделать одной этнической общности, приглашаются все. И именно отсюда берется равноправие всех. К слову сказать, в царского времена запрещено было, кстати говоря, даже к смертной казни приговаривать иноверца, чтобы он не совершил. Это был запрет при царе. Вот, а вся элита всех, вот эти бухарские ханы там, все-все-все, кто входили, они все были аккредитованы при царском дворе в ранге князей. То есть, вот это вписывание, оно, видите, было, это было приглашением к общему делу. Это не было огнем и мечом, как мы видим из истории Британии, там, Португалии, Испании и так далее. Ну, так вот, что, собственно говоря, наши эти славянские академии констатировали. Я хотел бы остановиться вот на семи основных позициях, основных квалифицирующих суждений. Значит, первое, оно как раз относится вот к этой самой сущности, антологической сущности самого человека. Что славянский и русский человек, вот, и то общество, которое он создает, оно как раз, он проявляет себя вот в этом обществе, которое он создает. Он проявляет то, что в нем синтезируется личная ответственность и коллективизм. Значит, здесь, как бы, мы это формализовали в таком принципе, как первичность общего, значит, превалирование общего над частным при выработке стратегии. И первичность частного при выборе тактики. У нас есть, как бы, иные оппоненты, да, значит, один из них западный, который абсолютизирует частное, что частное вот все и общественное ничто. И есть, как бы, скажем, критика со стороны, скажем, условно левой, когда говорится, что только общее и ничего частного. И то и другое, как бы, это, ну, это отдельная тема, это для двух часов. Я просто констатирую, что вот мы, как бы, ученые, занимающиеся цивилизованным пути народа, мы идем не между белыми и красными, ровно посредине. По пути, по пути интересов русского народа. Значит, далее. Что есть цель общественного развития? Дело в том, что, естественно, корабль, не имеющий цели, ему любой ветер будет, не будет попутным. Вот, и здесь, как бы, следует определиться, ради чего, собственно говоря, мы, вот ради чего там бабы рожают, мужики хлеб сеют вообще, за что умирают вообще, ради чего все это? Вот, собственно говоря, как раньше, как войну мы видели, да, там люди за родину бросались на пулеметы, а сейчас за что могут? Вот, а кто, вот у нас сейчас, кстати говоря, вот интересно, сейчас вот вновь ввели школьные сочинения, вот, герой нашего времени, да, а вот интересно, а вот ребятишки, они сейчас кого будут писать? У них кто героем-то будет? Роман, типаж такой, я условно говорю, да, Роман Абрамович, который откосил от армии, да, удачно, там, у него с эшелоном нефти, да, ушел в бега, по нерабилитирующим обстоятельствам вышел, и вот он, вот он весь в шоколаде. Значит, это вот, вот это наши герои нашего времени? Или шестая псковская рота, да, вот ребята молодые, вот они в Аргунском общении не пропустили врага, легли там все, Женя Родионов, ему сказали, Женя, сними крестик, мы тебя к маме отпустим, Женя не снял крестик, и, значит, его умертвили. Значит, вы понимаете, это вот люди живут одновременно, вот за что они жертвовали жизнью? Им что, жить не хотелось? Хотелось еще и как хотелось. Они просто по-другому не могли поступить. Почему? Они со слезами, может быть, туда на смерть шли. Почему? Потому что у них это их онтологическая сущность, они по-другому сделать не могли. Я это сейчас почему говорю? Потому что я ровно то же самое видел все в Донбассе в 2014 году, в 2015 году. Ровно такие же, вот как сейчас мы видим, вот эти шатающиеся по улицам, вот эти серые, как бы непрекаянные вот эти наши ребята, эти пьющие, скажем, вот эти наши по деревням, по селам, вот которые из себя найти не могут, а они там распрямились в Донбассе. Красавцы! Посмотрели бы, вот как мужики красавцами стали, когда у них дело появилось, достойное вообще жизни. Вот. Так вот, цель жизни. Является ли цель жизни обогащение, допустим, какой-то социальной группы, или чтобы, допустим, какой-то социальный класс, там, коммунисты, там, или эти, пролетарии, или еще кто-то там загрыз всех остальных? Да ну, вряд ли, вряд ли. Собственно, я даже Ленин писал, что пролетарий должен относиться с недоверием к христианству, потому что у него там червоточины от мелкочастной собственности, и вот надо там гнобить их и, как бы, притеснять, там, лишать прав в чем-то и так далее. Вот это мы все проходили, и эти темы себя исчерпали. Вот это отдельная тема, я очень люблю, но это не тема нашего. Так вот, что является целью общественного развития? Потому что цель по Аристотелю, она всегда одна, все остальное – это задачи. Если мы не определимся с целью, мы не понимаем, что нам, какие задачи-то делать. Так вот, целью общественного развития обе наши академии проголосовали как то, что не что иное, как создание условий для воспроизводства народа из поколения в поколение. Ни обогащение частников, ни диктатура там социальных групп, там, банкиров, там, пролетарьев, еще кого-нибудь, ничего подобного. Вот эти все внутренние склоки, внутренние дрязги – это все должно уйти, остаться в 20 веке. Кстати говоря, вот об этом писал и это предсказывал Владимир Иванович Вернадский. Он как раз говорил, что антагонистическое противоречие, которое является источником для развития системы, чтобы система развивалась по Гегелю, да, должно быть некая антагонистическая пара, противоречивая. Так вот, в капитализме это труд и капитал, в социализме это трудящаяся и номенклатура. Номенклатура, которая от лица, значит, пролетариата, она реально сама и рулила все. Потому что пролетариат, он был как кукла, поднимал там эти самые руки, а когда компартию запретили, у нас, извините, ни одной демонстрации, ни одной баррикады не случилось. Вот, таким образом, Владимир Иванович Вернадский, он сказал о том, что вот настанет то время, когда человечество перестанет эту склоку делать внутри себя и главным противоречием, которое будет его развивать дальше, это будет противоречие народа в его полноте и вмещающего ландшафта и природы, природы. Человек будет соотноситься с природой. В чем тут задача? В чем тут главная задача? Вот, задача будет состоять в том, чтобы человек более рационально использовал природу. Не порабощал ее мать природы, порабощать мать природу. Вот логически, это немыслимо, да? А начинал с ней дружить, начинал природоподобные технологии, ноосферы, правда? Как говорил отец Павел Флоренский, по образу и подобию красоты и гармонии, мы ее должны творить, мы должны стать, человек должен вернуться к своей сущности. Вот именно этого инструмента развития Вселенной, вселенскую сущность, мы ее должны обрести. Это человечество. А русский народ, если он преобразователь больших пространств, должен обрести вот эту свою главную сущность и реализовать ее. Не быть в услужении англосаксонским вот этим мировоззрением. Загрызи ближнего, обмани ближнего, не пойман не вор. Кто не обогатился, тот лох. Вот это все, что у нас сегодня в школах, в шестых классах, вот они дразнят друг друга. Кто богатый, кто небогатый. Вот это мы что такое создали? Это мы что растим такое за обществом? Так вот, обретение вот этого нашего духа победы, оно состоит в том, чтобы мы обрели сами себя, вернулись к самим себе. Сами себе знали меру, цену и предназначение. Так вот, цель общественного развития, это в создании полноты условий для воспроизводства, а сущность общественного развития в наиболее полном рациональном использовании ресурсов. Ресурсов природных, финансовых и человеческих. Люди, это не как сейчас с точки зрения Минфина, это абуза, которую надо. Вот у них с точки зрения, скажем, наших бухгалтеров, у нас 110 миллионов россиян нерентабельные. И вопрос, а что мы с ними делать будем, если вы такие умные? А вы начальники, вы там министры все. Ну нерентабельные и что? Что делать конкретно, вот организационно, да? Вот так вот, у нас совершенно иное, как бы. Не люди должны для рынка существовать, а все вот эти экономические. Помните те приоритеты, да? Экономика, она внизу стоит. А люди, люди, народ, они стоят наверху. Мировоззренческие основания, это главное. Вот эта вселенская предназначенность человека и народа русского, она совершенно другая. И не бухгалтерам решать, что с народом делать дальше. Вот так вот, рациональное использование ресурсов. Я вам не открыл страшную тайну, я на самом деле нефтяник. Я защищался и в кандидатской, и в докторской, я нефтяник. Поэтому я прекрасно, как профессионал, знаю степень использования наших природных ресурсов. Они не больше КПД паровоза. Значит, и это касается всех видов ресурсов. Это касается всех видов ресурсов. То есть, сегодня, мягко выражаясь, мы с этим нашим развитым капитализмом находимся на стадии, когда он себя уже исчерпал. Сегодняшнему капитализму невозможно обращать капитал, у них кризис жанра. У них капитал не дает прибыль, он не может обращаться через материальное производство. Сейчас деньги растут из денег, это раковая опухоль, раковый пузырь. Который должен лопнуть, и все это должно накрыться в большом глобальном масштабе. Вот. Так вот, и это при всем том, что мы, как человечество, работаем с нижайшим КПД, с нижайшим. Так вот, задача, которую мы сегодня обретаем, вот при такой вот самопонимании, она состоит в том, что мы должны перейти на иное общественно-экономическое устройство, которое качественно повысит нашу степень использования природных ресурсов. Всех ресурсов. И природных, и человеческих, и финансовых. Потому что финансы сегодня, они тоже дурака валяют. Очень хорошо сказал на одной конференции профессор Бузгалин из МГУ. Он говорит, ну поймите, говорит, сейчас экономика, экономика, она ведь не в том, чтобы сделать вот джинсы, да, наполнить весь мир джинсами. Весь мир наполнен этими джинсами за 10 долларов. Сейчас экономика состоит в том, чтобы продать креативные джинсы за 3 тысячи долларов. Сейчас нужно делать креативные дырки в джинсах. Понимаете, сейчас вот вся экономика, это продажа креативных дырок. Это дутая экономика. То есть, понимаете, насколько исчерпан из жанра. Поэтому Фрэнсис Фукуяма, кстати говоря, идеолог капитализма Соединенных Штатов, он это и позволил ему сказать, что кризис, все, конец истории. Куда идти? Он говорит, я не знаю, он растерянный, он так и пишет. Он не понимает, куда идет цивилизация, он не видит ничего дальше. Хотя Форен Аферс в 2012 году в первом номере написал, будущая история, что будущее за национальными экономиками. Что отход от рынка, отход от либерализма. Вот этот либерализм уничтожает средний класс. Экономики вот этих креативных дырок люди не нужны. Потому что креативные дырки растут сами из себя. Это деньги растут сами из себя. Люди не нужны. То, что я задавал сейчас. Вот для наших бухгалтеров 110 миллионов россиян, они как абуза. А это в мировом масштабе проблема. Таким образом, наша задача рационального использования, это вопрос нашего выживания. Или мы сейчас, вот здесь в зале, все взрослые люди, да? Или мы здесь сейчас будем с вами вырабатывать вот эту методологию, как нам структурировать общественное и экономическое пространство, чтобы передать его следующему поколению. Они же подохнут все без нас. Если мы сейчас не сформулируем правильно вот это вот мироустройство, они же просто не смогут дальше воспроизвестись. Мы просто не сможем ничего оставить нашим детям и внукам. Вот таким образом вопрос идет о рациональности использования всех видов ресурсов. Что такое рациональность? Что за формула такая? Так вот я вам рассказываю. Такой формулы рациональности не существует. Понимание рациональности, оно только носит общественный характер. То есть само общество должно сказать, что является с его точки зрения, с его потребности и развития, что является рациональным, а что нерациональным. Я вам скажу просто, вы не технари моей сферы, да? Понимаете, можно нефтяное месторождение, можно снять сливки за 3 копейки, можно более глубоко его разработать, да? За большие деньги. А можно вообще вот вычерпать его все из-под земли, достать на поверхность и экстрагировать на 100%, что будет не просто золотым, а бриллиантовым. По сути зрения, что является рациональным-то, что как делаем-то? Понимаете, снимаем сливки, пенки, значит, что-то посередине или вообще полный вот этот вот затратный механизм. Естественно, истина, она где-то посередине. И решать должны не формулы, не технократы, а общество, исходя из того, что же ему надо для развития. Потому что все эти предприятия, все эти бизнесы, все эти экономические системы, они все вторичны по отношению к потребности народа в воспроизводстве. Это первично. Цель, она одна, а все остальное задача. Мы должны воспроизводить народ, а все остальное вторично. К слову сказать, когда мы заявляем некую цель, у нас, вы посмотрите, у нас вся власть обретает программно-целевой вектор. Сейчас же она как болтается, вот что хочет, то делает как бы, да? А здесь у нас программно-целевое движение. Мы, например, заявили воспроизводство народа. Это что значит? Это значит, что детских садиков должно построить не столько, сколько вот по бюджету осталось денег. Вот осталось 4 копейки, на них построили, да? А должны построить ровно столько, что нужно для воспроизводства народа. То же самое в медицине, в культуре, во всех сферах. Вы понимаете, как вот одно правильно поставленное целевая установка структурирует все. Называется программно-целевой метод. Все обретает программно-целевую направленность. Вот так вот, рациональность. Откуда берется рациональность? Я вам сказал о том, что рациональность, она не высчитывается из формул. Я вам сказал, сегодня у нас рациональность определяется заезжим инвестором. Вот инвестор, как что захотел с нашими месторождениями сделать, то он и сделает. И никто ему не указ, потому что у него деньги. И мы все, как бы, ему только статисты для его, как бы, волеизъявления. Но, наверное, это неправильно, если мы хотим длить наш народ дальше на земле. Потому что я здесь написал даже одну статью, что на Дальнем Востоке инвестор выковыривает изюм из нашей булочки. Ну, хорошо, а он выковырит, а мы и останемся. 147 миллионов с этим вот, что и что, и как. Оно вот так и должно быть, да, это мы на этом будем, что, внуков, да, вот, правнуков, да, как. Это вот хорошо мы делаем, правильно, да? Вот так вот, рациональность. Так вот, я вам сказал о том, что рациональность это не самоволие инвестора. Это не то, чтобы напридумывали какие-то там люди, а это должен сделать сам народ выбрать. Что это означает? Это означает, что народ, живущий на каждой территории, должен выбирать стратегию своего развития. У меня есть вот этот самый еще плакат, механизм, как это делается, народовластие, раскрытие. Но это некоторое отвлечение от нашей темы, поэтому я дойду до конца. Если вы захотите, вот это вот, про народовластие можем разложить по элементам. Далее, значит, это я говорю о квалифицирующих признаках, которые проголосованы славянскими академиями. То, что мы как бы видим, структурирует всю нашу суматоху сегодняшнюю. Далее, социальная справедливость. Социальная справедливость, она у нас как бы в нашем миропонимании славянском, она выглядит как система наиболее эффективного использования человеческого ресурса. Это что значит социальная справедливость? Это, естественно, социальное попечительство над тем, кто не может сам себе заработать. Безусловно, это стимулирование тем, кто может заработать и проявить творчество. Это никакой мир не угнетение. И это, конечно же, неприятие любого паразитизма. Значит, в славянской ментальности признается только в трудовые формы неравенства. И вы мне извините, если в Соединенных Штатах Америки налог на наследство 77%, а у нас, извините, 13% вообще на все и всегда, то мы считаем это не вполне соответствующим нашим историческим традициям. И не зря Депардье сюда приехал, потому что здесь как бы налоговый рай с его точки зрения. И мы считаем, что это не вполне правильно. Мы считаем, что это не вполне правильно, что триллион долларов даже более располагается в офшорах, о чем, вот видите, наше чудесное правительство сейчас отказало нашему президенту в деофшоризации нашей экономики, в возврате этого триллиона. Они считают, что это не... Они показали только верхушечку айсберга. Дело в том, что они не показали, какая часть собственности уже, но имеет как бы другую юрисдикцию. Об этом говорит депутат Госдумы Евгений Алексеевич Федоров. Он называет цифру 93% от крупных предприятий, уже находится за рубежом. То есть мы, образно говоря, продали наши средства производства. Ну бог с ним, я в данном случае ссылаюсь на мнение депутата. Он вроде не подсудит. Вот так вот, социальная справедливость, мы, значит, даем вот такую трактовку, которая допускает только формы трудового неравенства. К слову сказать, это не уравниловка, в том числе по управленческому труду. Это не уравниловка. Это трудовое неравенство. Далее, мы даем квалификацию по государству. Что государство – это гордость и достижение народа. И что его ни в коем случае нельзя разламывать. Что его можно изменять, трансформировать, развивать. Только эволюционно. Значит, что происходит, когда начинают ломать государство, мы видим все в Киеве. И мы сейчас, кстати говоря, можем видеть уже это про пороски, начинающиеся в России. Я не говорю только о болотном процессе. Я вижу высоких интеллектуалов, типа профессора Ксулакшина, который призывает сначала все разломать, а потом думать, что делать дальше. Вот, значит, и далее. Значит, квалификация – исключение любой формы национального превосходства. Это в понимании того, что фашизм, как вот это самое яркое проявление национального превосходства, это цепной пёс олигархии и ничто иное. Мы квалифицируем это таким образом. То есть все люди равны, все люди равны в Господе, все равны в судьбе. И поэтому русский народ, он призывает все народы именно к общему деланию, к общему. У нас есть чем заняться, у нас есть чем заняться. Перед нами природа, которую мы используем с КПД паровоза. Значит, нужно направить все усилия не для того, чтобы загрызать ближнего, а для того, чтобы вместе вот в этой своей исторически сложившейся сущности народ. А он сложный, понимаете, он в истории сложился из этнических обществ. Там все народы вошли в эту единую общность, да, вот как во время войны. Все вместе воевали на одну цель. И точно так же там были разные специальности. И кузнецы были там, и бухгалтеры были, все там были. Ну, не являются там работники банка, допустим, антагонистическими, скажем, кому бы то ни было из трудовиков. Мы все единое целое. Ну, просто все должны знать меру. Не должно быть превалирования одних над другими. Вот как в организме человека не может быть превалирования селезенки над печенкой. Так и здесь. Никакой диктатуры ни банкиров, ни финансистов, ни пролетариев. Ничего этого не должно быть. Должна быть единая гармония и единое понимание, что мы все занимаемся одним целым, одним общим делом. Мы повышаем качество использования ресурсного потенциала. Еще раз говорю, что поскольку я профессионал в сфере природных ресурсов, у нас с вами самый богатейший кусок земли. Вот я профессор еще во Соединенных Штатах, мне задают вопрос, как вам удается, говорит, у вас 40% мировых богатств и у вас всего 2% мировой популяции. Вот вам как удается быть бедными? Вот вы еще что-то испытываете, какие-то недостатки, вам что-то не хватает. Вот вы что делаете-то вообще? Я говорю, ну вот нам Господь послал фактор, который сдерживает нашу естественную природную экспансию. Это наша организация, государственное общественное устройство. От кого оно, что оно нас сдерживает от этого? Не позволяет раскрыться. Вот сейчас мы на пороге кризиса, который должен переформатировать все экономическое и социальное пространство. Вот таким образом, чтобы мы стали более эффективными. Мы как народ, как русский мир, как совокупность народов, приглашенных к одному делу, стали более эффективными. А русский мир, кстати говоря, он может быть очень большим, если мы такое приглашение сделаем. Тут есть высказывание Михаила Леонидовича Хазина о том, что и Япония, и Корея, и Турция, и балканские народы, и государства, они все не прочь бы поучаствовать в таком замечательном бы вот хозяйственном. Это, кстати, соотносится с выступлением Владимира Владимировича Путина о том, что когда рухнет долларовая зона, и начнут эти формироваться локальные зоны, зона рубля или алтына, как сейчас говорят, вот она была желаема. Но только вот что-то Центробанк наш, как-то он к этому относится плохо. Видите, а по диафшеризации и правительство не поняло президента. Поэтому вот у нас здесь, на нашей площадке, я полагаю, уместным вот эти вопросы обсуждать, рассматривать, и говорить о том, что есть решение всех этих задач. Мы видим эти решения. А вот практические решения, вот как эту красоту сделать, да, вот как корпорации сделать, как это все, это у меня следующие плакаты, но это вне нашего разговора. Почему? Это главное как раз. Если спросите, скажу. Все, я ответил. Вот теперь раз. Доклад закончил. Да нет, давайте вот все хотят, давайте перейдем теперь к этому, шо-шо.